МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Срубив келью в лесу на реке Саровке. Испытывая искушение от дьявола, он тысячу дней и ночей с воздетыми руками молился на камне. За свои аскетические подвиги инок удостоился многих духовных даров и еще при жизни получил большую известность как чудотворец. И по прошествии уже почти 200 лет со дня кончины преподобного в Серафимодивеевский монастырь, где опокоятся его мощи, стекаются миллионы паломников. О причинах такого почитания святого настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Богородск, отец Александр Митрофанов. Самый хороший пример проповеди – это вот именно своим примером, когда мы показываем, как надо быть христианами, и тогда люди, смотря на это, тоже некоторые из них также хотят стать настоящими. И Серафим Саровский действительно является этим примером, он очень был любящий, и всех, кто к нему бы не приходил, всех приветствовал словами «Радость моя, Христос, воскресе!». Ему же принадлежат эти слова «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Потому, что если мы, например, в истории христианства видим такие слова «Спаси себя, и хватит с тебя», потому что, опять-таки, особенно человек по неофитству пытается… Неофитство – это тот период, когда человек только выцерковляется, только приходит к Богу. И вот человек очень часто бывает в это время неправильно расставляет акценты, то есть, он пытается спасти весь мир, а забывая о том, что его обязанность заниматься своим спасением. То есть, поэтому люди пытаются перевоспитать часто не себя, а всех окружающих, чем самым этих окружающих выводят из себя, как говорится. Потому, что другой человек может сказать, а что ты меня учишь? Ты сам-то научись сначала, как вот Господь же нас предупреждает, говорит, что ты говоришь брату своему «вынь соринку из глаза твоего, а бревна в своем не видишь». «Вынь прежде бревно из глаза своего, и тогда увидишь, как вынуть соринку из глаза брата твоего». То есть, поэтому очень часто человек неправильно расставляет в самом начале своего духовного пути эти акценты и работает не над собой, а пытается начать работать над окружающими, всех научить, всех вразумить, а надо в первую очередь работать над собой. Поэтому есть такая древняя поговорка «Спаси себя, и хватит с тебя». А Серафим Саровский, он эту поговорку углубляет. Он дает ей более раскрытое звучание, что стяжи дух мирина, вокруг тебя спасутся тысячи. Что, когда ты спасаешь себя, это не дело эгоизма, как может показаться на первый взгляд. А если ты занимаешься своим духовным совершенствованием, то это неотъемлемо окажет и на окружающих тоже влияние. Вот как вот я, например, когда стал руководителем братства трезвости, когда полностью отказался от алкоголя, я заметил, что каким-то удивительным образом вокруг меня люди стали сильно трезвее. И хотя не всех я, как говорится, обрабатывал трезвенническими идеями, но люди сами, видя хороший пример перед глазами, не хотя меня огорчить, например, сами тоже стали меняться. Поэтому мы хорошими делами также заражаемся, хорошими примерами. И вот Серафим Саровский, как он, можно сказать, олицетворение этой фразы. Он не только сказал эту фразу, но и сам всю жизнь занимался тем, что стяжал дух мирин, не искал славы, удалился от славы, жил в лесах. Но все равно к нему люди стекались, шли за его советом, за его благословением. Он очень помогал в основании, таким духовным своим окормлением, в основании строительстве Диевеевского монастыря, где теперь прибывают его мощи. Потому, что сам тот монастырь, где подвязался Серафим Саровский, в него сейчас попасть крайне сложно, потому, что там теперь находится Арзамас-16. То есть, режимный объект, там есть монастырь, но туда пускают только по специальным пропускам. А мощи Серафима Саровского они почивают в Диевеевском монастыре, где он не жил, а просто помогал в строительстве, окормлял. Но, тем не менее, мощами своими он теперь там пребывает. Тоже такая большая для всех радость, что мы можем именно посетить. Вот ощущение такое, когда приезжаешь в Диевеево, когда прикладываешься к мощам преподобного Серафима, как будто он просто в гостях побывал у доброго, любимого батюшки. Вот я, когда к живым людям приезжаю, к духовникам, например, к отцу Игнатию нашему, связя Божия, то есть, у меня ощущения очень похожи, как побывал в гости у хорошего, доброго, любимого батюшки. И в Диевеево я, например, испытываю точно такие же ощущения. То есть, не приехал ты почтить память усопшего христианина? А нет, приезжаешь как будто вот к близкому, родному человеку. Вот поэтому, наверное, он так и любим на Руси, что действительно он сам всех очень сильно любил. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова